До недавнего времени поведение государственных служащих регулировалось этическим кодексом, который был принят еще в мае 2009 года. Отчасти его требования устарели и не совсем соответствуют современным реалиям. Например, то, что касается ведения социальных сетей. Так, госслужащим региона запрещено размещать материалы в соцсетях, которые могут очернить личную репутацию и в целом авторитет органа власти. Эти и другие нормы поведения уже есть в новом кодексе, который утвержден губернатором. Предыстория. В январе в АКЗС внесли поправки в закон Алтайского края о государственной гражданской службе. Закон дополнен статьей, которая обязывает госслужащих соблюдать положение кодекса этики. Если раньше кодекс этики существовал как своеобразный акт такого социального партнерства, коммуникация государственных гражданских служащих носил такой ненормативный характер, и безусловно следили за его соблюдением, и требования, которые предъявлялись в этом кодексе, должны были соблюдаться, то теперь этот документ будет носить нормативный характер. Для чего нужен этот документ? Ну, прежде всего, чтобы очертить основные, наверное, рамки поведения государственного гражданского служащего, потому что это то лицо, которое представляет государство. Сам по себе кодекс этики должен повысить репутацию государственных гражданских служащих. Например, документ призывает госслужащих проявлять корректность в обращении с гражданами и должностными лицами, исключить личные и финансовые интересы, которые препятствуют исполнению обязанностей, не затрагивать темы расовой принадлежности, пола, религиозных предпочтений и не только. Но, судя по нашему опросу, людей больше волнуют две вещи – лишь бы не воровали и держали слово. Нарушил кодекс его, резвый сразу, и по шапке, взятки. Что еще? Резину тянуть не надо. Сказал чиновник, мэр города, что жизнь людей в течение определенного времени улучшится, у людей увеличится зарплата, уменьшится, безработица в городе. Обещания должны быть выполнены. Хамство не может позволить себе заниматься коррупцией. Как одеваться, общаться, как вести себя с журналистами и красиво выходить из конфликта. Например, в Ранхиксе этому даже учат. Студенты, которые собираются стать госслужащими, слушают лекции об этике поведения, проводят деловые игры, ситуационные задачи. Так что, можно сказать, жизнь их уже готовит к облику морали. Государственный служащий, он должен быть нейтрально настроен, одинаково по отношению абсолютно ко всем. И к людям, и к общественным организациям, и к средствам массовой информации. И прежде всего мы готовим студентов к тому, что они должны понимать. Мы живем в обществе, значит, мы должны работать для общества, для людей. И не можем сегодня не общаться с любым окружением. Кстати, нарушение кодекса грозит не только моральным осуждением. Госслужащие могут получать замечания и выговоры. Соблюдение этических норм будет учитываться и при прохождении аттестации, формировании кадрового резерва при повышении. Так что чиновникам так или иначе придется считаться с кодексом этики и поведения. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.